Участковым нужны помощники. Среди таковых добровольные народные дружины. В советское время совершенно бесплатно отправляться в рейды по охране правопорядка было обычным делом. В наше время это, скорее, пока исключение. Отряды добровольных народных дружинников возрождаются на предприятиях и в учреждениях. А в Новомосколе на протяжении 7 лет проводят и соревнования среди народных дружинников. Что движет добровольцами, отправилась узнать наша съемочная группа. На базе Новоскольского центра патриотического воспитания собрались 28 команд добровольных народных дружинников от предприятий, учреждений, администраций городского и сельских поселений. В каждой команде по 5 человек. Большинство из них уже имеют опыт оказания помощи полиции. И лишь 9 человек только сегодня получают удостоверение народных дружинников. По итогам первого полугодия дружинниками оказано содействие в раскрытии трех преступлений. Выявлено 57 административных правонарушений и задержано 21 правонарушитель. Каждый из членов команды отвечает за свой этап соревнований. Самые молодые и ловкие отправились преодолевать полосу препятствий. Другие продемонстрировали фигурное вождение автомобиля. И так мастерски, будто сейчас готовы в погоню за преступниками. И хотя ношение оружия добровольными помощниками полиции и не предусмотрено, умение метко стрелять все же тоже может пригодиться. Если понадобится, я всегда готов прийти на помощь. Это мужской долг. Михаил Пупынин – один из лучших дружинников. Награжден почетной грамотой. Хотя профессия у него отнюдь не боевая. Преподаватель сельхозколледжа. Приходилось вместе дежурить на дне города с сотрудниками народной инспекции. Последили за правопорядком. Повязка, в принципе, ничего не решает. Всегда готовы в любое время. С повязкой, без повязкой. Готовы выйти на патрулирование городских и сельских улиц. И женщины в Новоскольской казачьей дружине сразу две представительницы прекрасного пола. Активистки во всем. Они и тут уверены, что справятся. И в случае необходимости смогут остановить правонарушителя. Если даже не сможем физическую силу применить, то мы постараемся очаровать его нашим традиционным казачьим бокалом. По итогам конкурса дипломом первой степени и звания «Лучшая народная дружина-2015» среди предприятий города получила команда администрации Новоскольского района. Среди сельских поселений лучшей оказалась добровольная народная дружина из Николаевки. Елена Голотовская, Екатерина Ковалева, Игорь Доценко. Новости Мира Белогорья.